Родители этих первоклассников, в своей очереди, в прошлом году отстояли. 27-я школа с углубленным изучением некоторых предметов. Одна из популярных в городе. Школа в числе пилотных, где готовятся вести электронную запись в первый класс. По три у нас в школе, по четыре ночи стоят, как-то сами регистрируются, что-то еще. Потом сами такие пропускные пункты устраивают, что мы сами думаем, как нам уже пройти, чтобы нас за родителей не приняли. Мы надеемся, что это дело одна из целей, чтобы этих очередей не было. Момент такой неопределенности есть, и первый раз всегда это сложно. Но идет такая большая подготовительная работа. Пока электронную запись будут вести 11 школ, хотя технически готовы все образовательные учреждения города. Остальные, скорее всего, пока побаиваются очередного нововведения. Вдруг система даст сбой, а претензии родители будут предъявлять школе. Оператор нашего телеканала Евгений Евдокимов – один из тех, кому предстоит испытать систему. Дочь в новом учебном году идет в первый класс, в третью школу. Еще в прошлом году родители буквально отстаивали место в первом классе. Женя рассказывает, уже было собрание, где родителей проинструктировали и успокоили. Все родители, думаю, которые присутствовали там, с обличением вздохнули, что не надо будет стоять ночью в очередях, записываться, перепроверяться, сверять списки. Мне кажется, это очень даже удобно. Для подстраховки не захочется пойти в школу? Я, честно говоря, очень… Если ты на таком этапе не доверяешь директору школы, то как бы, ну, может быть, тогда что-нибудь как-то себе поменяли. Нет, не пойдем. В администрации города не исключают, что ажиотаж у школ может повториться. Система такова, что при записи вы не видите, какой вы по счету. А значит, определить, попал ваш ребенок в число счастливцев или нет, сразу не можете. Это станет известно, когда вы уже с документами придете в школу. Возможно, что кто-то подстрахуется и придет в школу. Но мы специально создаем эти условия, возможность подачи заявлений в электронном виде, чтобы сделать более комфортным данную процедуру для граждан, для горожан. В администрации нам пообещали, что сервер надежный и большое количество заявителей одномоментно должен выдержать. Тем не менее, технические сбои возможны. Это показывает опыт других городов. Школы работают с 31 января. Они принимают документы, заявления. Поэтому, если вдруг что-то происходит, школа, тем не менее, продолжает прием заявлений в традиционной форме. Родители смогут опробовать систему. Пробная запись состоится 26 января с 16 до 19 часов. После этой репетиции все данные удалят, а недочеты учтут. Теперь главное, чтобы техника не подвела. Юлия Кучеренко, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Субтитры создавал DimaTorzok